Лучше в деталях разговора Виктора Медведчука и Владислава Суркова расскажут тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк и президент Петр Порошенко. Об этом написал в Фейсбук политический активист и эксперт Михаил Чаплыга. Знаете, что самое интересное во вбросе записей с разговора Медведчука и Суркова? Самое интересное – это роль Яценюка и Порошенко. Напомню, что граждане Яценюк и Порошенко, по состоянию на 2014 год занимавшего должности премьер-министра и президента, соответственно, сообщил эксперт. Чаплыга напомнил, что на аудиозаписи люди, чьи голоса похожи на голос бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова и голос главы Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, обсуждали вопрос освобождения удерживаемых лиц, покупки угля с Ордло и поставок электроэнергии из России в Украину и из Украины в Крым. Итак, о чем идет речь? Освобождение удерживаемых лиц, поставки угля с Ордло на подконтрольную территорию и импорт электроэнергии из России в Украину и из материковой части Украины в автономную республику Крым. Гугл в помощь. Как человек, который не раз, не два и не 25 раз занимался освобождением и возвращением наших граждан, скажу, что это дело добра. Если Медведчук добился освобождения людей, то честь ему и хвала. Если Порошенко помог освободить пленных, снимаю перед ним шляпу. Если бы Яценюк хоть пальцем пошевелил, чтобы спасти наших ребят, я бы и его похвалил, потому что так справедливо, отметил эксперт. Чаплыга подчеркнул, что закупки угля с Ордло санкционировали тогдашний премьер Арсений Яценюк и президент Петр Порошенко. Вбиваешь в Гугл слова «уголь» Ордло 2014 и выдает кучу ссылок на Яценюка, Порошенко, тогдашнего министра энергетики и других чиновников. О Медведчуке, кстати, информации нет. 29 декабря 2014 президент Порошенко подтвердил закупку угля на территории проведения АТО. Мы действительно будем покупать в государственных предприятиях, в том числе добывающих уголь на временно оккупированной территории, процитировал экс-президент и эксперт. Кстати, Порошенко тогда еще сказал, что Украина договорилась о закупке угля в России, добавил он. 30 декабря 2014 премьер Яценюк разъяснил, как выглядит механизм закупки угля на неподконтрольном Донбассе. Шахты перерегистрируются на подконтрольной территории, регистрируются в государственных банках, оплата по факту поставки угля. «Я очень хотел бы, чтобы мы обходились углем только из шахт, которые подконтрольны Украине. Но уголь марки А и Т добывают исключительно там, в угольном бассейне и на тех шахтах, в частности, от государственных, находящихся под контролем российских бандитов», — привел эксперт цитату экс-премьера Арсения Яценюка. Кроме того, напомнил Чаплыга, именно Порошенко и Яценюк официально согласились на импорт электроэнергии из России и дальнейшие поставки электричества в Крым. «И что нового мы узнали? И что тут сенсационного? Все это мы давно читали. Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко. Не, я просто за справедливость», — заключил политический активист и эксперт Михаил Чаплыга. Стоит отметить, на РДПТ ОПЗЖ Виктор Медведчук не подтвердил подлинность записи якобы его разговора с экс-помощником президента России Владиславом Сурковым, но отметил, что голос человека на записи действительно похож на его голос. В то же время он утверждает, что в 2014 году по поручению из согласия тогдашнего президента Петра Порошенко вел переговоры с российскими властями на темы, которые звучат в этой записи. «Был ли такой разговор? Я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, конечно, я их знаю. Спросите меня, и я отвечу», — сказал он. По его словам, в конце 2014 года обсуждались темы электроэнергии и обмена пленных. «Да, действительно, мне было предложено Порошенко заняться обменом. Я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года», — заявил Медведчук. При этом Медведчук отметил, что голос человека на записи действительно похож на его голос. Медведчук также рассказал, что вел переговоры о поставках электроэнергии из России в Украину по просьбе Порошенко. «Мы, Медведчук и Сурков, вели переговоры. На 2015 год были заключены контракты по поставкам. Российская компания «Интеррао» и «Укринтерэнерго» подписали контракт на экспорт электроэнергии из России в Украину, а также стороны договорились об обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения в Крым», — сказал он. 25 февраля в СМИ была опубликована аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса Медведчука и Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в захваченном Крыму и обмен пленными на Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом. На записи, в частности, человек с голосом, похожим на голос Суркова, называет пророссийских террористов на Донбассе «эти наши там подопечные» и обещает помочь с обменом, а его собеседник заявляет, что заниматься вопросами освобождения пленных ему предложил Порошенко. В СБУ заявляли, что изучают эти записи, об этом заявил глава СБУ Иван Баканов. «Думаю, все следили за сайтом СБУ сегодня или начнут следить с сегодняшнего дня. Мы эту запись приобщили к материалам уголовного дела о финансировании терроризма. Думаю, все присутствующие знают, что на сегодня эта запись не является надлежащим доказательством, она подлежит легализации. Для этого будут проведены определенные процессуальные действия, в том числе экспертиза. Вместе с тем, я не могу сказать, какими будут дальнейшие шаги по легализации этой записи, но думаю, что из медиа буквально через несколько дней вы все услышите и увидите», — сказал Баканов. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.